У нас виноградный сезон уже в разгаре и сегодня мы покажем, как мы подкармливаем наш виноградник. Несмотря на то, что первые кадры вы видите снятыми в городской квартире, кадры с полей обязательно будут в этом ролике. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Ну и самый первый вопрос, а вообще нужно ли кормить виноград? Кто-то считает, что не нужно, но мы считаем по-другому, исходя из наших конкретных условий. И мы наш виноград кормим. Чем? Кормим мы его органическими удобрениями, а проще говоря навозом. Практически все кадры, которые я вам сегодня буду показывать, это кадры с нашего дачного участка, где у нас старый виноградник, где у нас очень легкие песчаные почвы, через которые, как скусито, все проходит. Маленький экскурс, скажем так, в историю. Первоначально, когда мы закладывали наш виноградник, мы делали так называемые подкормочные узлы. Вот так это выглядит и часто бывают в комментариях вопросы, что это у вас за трубы под кустами. Вот для этого были эти трубы. И носили мы органические удобрения в жидком виде, навоз настаивали, потом процеживали, в эти ямы заливали. Это все, конечно, хорошо, но винограднику нашему, повторюсь, много лет, почвы очень легкие, все вымывается. И в малых объемах с этими трубами очень удобно работать. Но объемы у нас большеватые на этом участке, дачном 70 кустов, это уже достаточно много, плюс у нас есть второй большой деревенский участок. Поэтому времени во времени мы крайне ограничены. И смотрите, в прошлом году, что мы решили сделать, вот сейчас здесь будут кадры наших действий. Мы стали сверлить буром дырки в земле и уже туда непосредственно закладывать удобрения. Это тот же навоз и тоже в жидком виде. Почему в жидком виде? Мы его купили свежим совсем, поэтому мы его разбавляли водой и вот в эти ямки заливали. Отверстия в земле небольшие, там, по-моему, вот примерно так получается это делали. Об эффективности вот этой самой подкормки, вообще об эффективности любой корневой подкормки можно судить на следующий сезон. То есть в этом сезоне мы увидим результат. Но в общем-то и в прошлом сезоне частично мы уже увидели, что наши лозы хорошо росли, хорошо себя чувствовали, несмотря на то, что стояла очень сильная засуха. И, кстати, эффективность нашей подкормки прошлогодней частично могла не так проявиться, как бы нам хотелось. В прошлом сезоне, потому что было сухо у нас два месяца и не было дождей. Да, мы поливали, мы специально проливали эти ямки, чтобы навоз этот работал. Более того, я деревенского участка туда привезла червячков и запустила конкретно вот в эти ямки. Но, понимаете, для того, чтобы отработало, она нормальная влага. Ее было немножко маловато. Ну и, конечно, были комментарии, что, ой, на чему вы людей учите, вот лоза там не вызрит, это так плохо. Но на нашем участке все прекрасно вызрело, ягода созрела и все хорошо созрело. Но, опять же, если кто-то боится, если кто-то опасается, никто же не заставляет. Мы рассказываем, как делаем. Брать с нас пример или не брать, слушайте, ну все взрослые люди и сами могут принять решение. Так вот, мы для себя приняли решение, что эта подкормка эффективная. Но напомню, что отверстия у нас были маленькие, вот такие. И в этом сезоне мы решили повторить и дать еще больше подкормки нашим кустам, потому что, напоминаю, почва там очень легкая. Из этой почвы все очень-очень быстро вымывается. Мы урожай уносим, поэтому мы хотим подкормить кусты, скажем так, более глобально. Что мы сделали для этого? Для этого мы купили бензобур, уже более мощный. Если там это была просто насадка на миксер, то мы купили бензобур, купили к нему бур. Это уже 30 сантиметров. И стали проделывать вот такие отверстия. Вот сейчас вы видите, как бур работает. Но вот эти кадры были сняты на деревенском участке. Невозможно поймите работать и снимать, и снимать, и работать. Еще за маленьким ребенком смотреть. Наша команда очень маленькая. У нас нет режиссеров, постановщиков и прочего, чтобы все вот так вот снимать. Поэтому показывают так, как у нас получалось. Значит, вот так вот он делает отверстие. Повторюсь, это съемка на деревенском участке. А уже вот это фотографии участка дачного. Вот во что мы его превратили. Ну и видите, вот на этой фотографии даже немножко видно разница грунта. Дело в том, что там наверху, да, где более темно, там участок немножко подсыпался. Тоже мы в свое время, когда сели газон, подсыпали торов, подсыпали навоз. Поэтому там более темно. Да, здесь, видите, более светло, несмотря на то, что вроде сверху. И Диор, да, это должна быть плодородка. Но такая она все равно очень песчаная. На какую глубину делаем вот эти отверстия в земле? Примерно на глубину 35 сантиметров. Может быть, где-то чуть больше. То есть примерно на глубину залегания корней. Ну, я же говорю, можно чуть-чуть глубже. Сильно вниз нам внедряться не имеет смысла. И теперь вот в эти вот ямы тоже мы будем закладывать навоз. Но закладывать мы его будем уже прошлогодний, перепревший. Конечно, идеально было бы такую работу провести осенью. Потому что за зиму там все почвенные процессы как раз-таки хорошо идут. И поздней осенью можно смело так закладывать и свежий навоз. Но осень у нас и так очень активная. Осенью очень много работы. Поэтому сделать такую операцию осенью у нас нет возможности. И ранняя весна как раз-таки способствует тому, чтобы провести это именно сейчас. К тому моменту, когда наши виноградные лозы проснутся. А сегодня у нас 25 марта. Вот это все снималось вчера. Как раз, хоть этот навоз уже и перепревший, но все равно он еще больше сработает. И сейчас еще в почве есть влага. Что очень важно. Мы не знаем, какой будет май. Да, мы не знаем, какой будет июнь. Будет засуха, не будет. Либо будут дожди. И сейчас, во-первых, в почве есть влага. Во-вторых, еще обещают прогноз дождики. Поэтому самое оптимальное время сделать вот такую подгорку. Все уже ни с чем мы ни с какой водой не разводим. Просто то количество. Примерно по ведру навоза в каждую такую яму мы закладываем. Расстояние между ямами примерно метр. И делаются эти ямы с каждой стороны. При этом мы рассчитываем, что вот этой подкормки сейчас нам хватит на ближайших пару лет. Прошлогодние, да, все-таки маловато, маловато отверстия. Маловато всего было по количеству. Да, мы подкормили. Но считаем, что не совсем достаточно. Вот этого хватит нам на большее время. И у нас с их растением будет такой хороший запас. В дальнейшем вот эта вот земелька вся разровняется. Да, конечно, мы нашими действиями несколько, скажем так, подпортили внешний вид нашего газона. Но зато наши растения будут сыты. И на пару лет мы о подкормках забудем. Конечно, кто-то может сказать, что может легче было бы сделать как-то по-другому. Может быть легче было бы закультивировать. А закультивировать было бы легче, если бы мы держали растения под черным паром. Но мы этого не делаем. И делать этого не хотим. Мы хотим, чтобы на наших участках была нормальная, естественная природная среда в виде дерна. Кроме того, на песках дерн помогает почвообразованию. Там живет куча всяких микроорганизмов. Поэтому мы считаем так. И мы делаем так. На деревенском участке схема подкормки будет ровно такая же. Но на деревенском участке виноградник молодой. И сама по себе почва гораздо лучше. Она изначально. Мы когда участок купили, тоже мы показывали, что там бурьян, там росла крапива. И там очень хорошо шли почвообразующие процессы. Плюс до этого велась хорошая хозяйственная деятельность. Здесь тоже вносилось много навоза. Поэтому земля там черная и плодородная. Но, конечно, через некоторое время наши кустики начнут все питание выедать. И поэтому через пару лет мы их будем подкармливать. И схема ровненько будет такая же. И с одной стороны кажется, что да, это большая глобальная работа. И действительно, это большая глобальная работа. Но ввиду того, что ее надо проделать раз в несколько лет, мы себе очень сильно освобождаем время. Потому что раньше мы жидкую подкормку вносили три раза за сезон. То есть три раза надо было настоять. Потом три раза все это разливать. Но это достаточно много времени. Повторюсь еще раз, что для малых виноградников это удобно. Но поскольку у нас уже всего много, нам это неудобно. И мы уже ищем другие способы. В общем-то нашли и с вами поделились. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok